Здравствуйте, наши маленькие читатели! Сегодня у нас в гостях бобрята из книжки «Кастор чинит велосипед» Ларса Клинтинга издательства «Мелик Пашаев». Наконец-то Кастор и Фриппе поедут на пикник. Фриппе ждал этого всю зиму, с тех пор, как получил на Рождество новенький велосипед. Кастор собирает в корзину еду, а Фриппе несет скатерть. «Давай скорее!» – волнуется Фриппе. «Когда же мы наконец поедем?» «Кастор, а скоро привал!» «Потерпи, Фриппе. Мы же только от дома отъехали». «Эй, погоди!» – кричит Фриппе. «Я дальше не могу! Кажется, у меня колесо сдулось!» «Так и есть!» – говорит Кастор. «Видишь, ты наехал на гвоздь и проткнул шину!» «Надо вернуться домой и потянить ее!» «Тут уж ничего не поделаешь!» «Нет, не хочу домой!» – кричит Фриппе. «Хочу на пикник! Хочу есть бутерброды!» «Фриппе, дружочек, не плачь!» – утешает Кастор. «Как хорошо, что мы не успели далеко уехать! Через пять минут будем дома!» «Ну ладно!» – схлипывает Фриппе. «Погода была прекрасная, и друзья решили тянить колесо во дворе!» «Кастор ставит велосипед на стол вверх тормашками!» «Так-так!» – говорит он. «Посмотрим, какие инструменты нам понадобятся!» Фриппе достает коробочку, где хранится все для ремонта шины. Кусочек наждачной бумаги, ниппели, клей, резиновые заплатки. «Хорошо, что прокололось переднее колесо!» – говорит Кастор. «Его легко снять!» – Кастор отвинчивает гайку и снимает колесо. «Сейчас открутим ниппель и вынем камеру!» – говорит Кастор. «Ой-ой-ой! Ниппель ускакал!» «Теперь его не найти!» – говорит Фриппе. «Да уж!» – вздыхает Кастор. «Теперь не найти!» «Как же мы будем чинить колесо?» – спрашивают Фриппе. «А у нас в коробочке есть запасные ниппели!» «Давай-ка сложим в отдельный ящичек все мелкие детали, чтобы они не потерялись!» – говорит Кастор. «Смотри-ка, Фриппе!» – объясняет Кастор. «Велосипедная шина устроена так!» «Сверху толстая покрышка, а под ней надувная камера!» «Чтобы заделать прокол, нужно вынуть камеру из шины!» «Как же мы ее оттуда достанем?» – спрашивает Фриппе. «Для этого у нас есть монтажки!» – говорит Кастор. «Оттянем ими покрышку, и тогда камера легко выйдет наружу!» «Всю шину снимать не нужно!» «Мы просто отогнем одну сторону покрышки и достанем из-под нее камеру!» Фриппе крепко держит колесо, а Кастор достает камеру. «Ну-ка, посмотрим, где у нас прокол!» – говорит Кастор. «Фриппе, тащи сюда таз!» «Мы будем мыть камеру?» – удивляется Фриппе. «Нет, мы будем ее ремонтировать!» «Но сперва нам надо найти прокол!» «Для этого и нужен этаж!» – отвечает Кастор. «Я сейчас поставлю новый ниппель, а ты немного накачай камеру!» Фриппы работают насосом. «Только не накативай слишком сильно!» – говорит Кастор. «Это нам сейчас ни к чему!» «Итак, погружаем камеру в воду!» – говорит Кастор. «И смотрим, в каком месте появятся пузырьки воздуха!» «Ну как, Фриппе, видишь?» «Вот они!» – крисит Бобренок. «Сколько пузырьков!» «Это выходит через дырочку в воздух!» – объясняет Кастор. «Так что теперь мы точно знаем, где прокол!» «Здорово, правда?» Фриппе обводит прокол фломастером, чтобы не потерять его. «Вот!» «Кастор вытирает камеру тряпочкой!» «Резина должна быть сухой!» «Это раз!» «Затем натирает место прокола наждачной бумагой, чтобы заплатка приклеилась крепко!» «Это два!» «Три!» «Фриппе выдавливает капельку клея!» «Четыре!» «Размазывает ее тонким слоем вокруг прокола!» «Пять!» «Пока клей сохнет, Кастор снимает нижний защитный слой с заплатки!» «Шесть!» «Затем кладет ее на место прокола и крепко прижимает!» «Семь!» «Кастор снимает прозрачный защитный слой с внешней стороны заплатки!» «Восемь!» «Готово!» «Сейчас накачаем камеру и проверим, все ли в порядке!» «Ни единого пузырька!» «Радуется Фриппе!» «Вот и прекрасно!» «Значит, заплатка сидит хорошо и воздух через нее не выходит!» «Вставим камеру обратно в покрышку!» «И у нас снова целая шина!» «Это нелегко, но Кастор протирает края шины моющим средством, чтобы ее было проще натянуть на обод колеса!» «Тащи насос Фриппе!» «Говорит Кастор!» «Он лежит рядом с моим велосипедом!» «Сейчас приладим на место колесо и будем накачивать!» «Ну вот, теперь все в порядке!» «Говорит Кастор!» «Можно ехать на пикник!» «Нет, Кастор!» «Говорит Фриппе!» «Теперь нам надо заделать прокол на твоем велосипеде!» «Не может быть!» «Кричит Кастор!» «Неужели у меня тоже прокол?» «Делать нечего, придется тянить!» «Только сначала нам надо перекусить!» «Я страшно проголодался!» «Знаешь что, Кастор?» «Говорит Фриппе!» «Тянить велосипед – это здорово!» «А пикник можно и во дворе устроить!» «Вот так-то!» «Вот и сказке конец!» «А кто слушал – молодец!» «До новых встреч, ребята!» «Пока-пока!» «Пока-пока!» «От..."